Всем привет, зрители и подписчики канала на YouTube. Всем доброго утра, снежного. Да, всем доброго снежного утра. У нас такой снег. Буквально вчера пошел, где-то с начала 4-го, и здесь вечер шел, шел. В итоге у нас столько снега навалило. У нас уже почистили парковку. Сейчас мы находимся в метро, приехали. Мы решили сразу свинуть в метро, все-таки я еду в Белоруссию, в Гомель. Да, так надо меня, пожалуйста, стынуть, что-то это за снежок, который ты взял. Спасибо. Вчера поздно приехал? Вчера Сережа приехал уже в одинском часу, да, минут 20. Вообще еле прошло, сейчас снег. Ну, еще прохладно было, ветер прямо все это вообще прямо. А уже с утра тает. С утра уже тает, да. Вчера уже у него милость, сегодня уже в плюс. Вчера, потому что я приеду в воскресенье, в воскресенье я уже уеду, так что мне никуда не выходить. Папа у нас будет за няню. Ну, что за няню, за папу я буду за няню. За папу. За няню, нормально. Ну, я шучила. Здесь буду лечить Илюшу, ну, и все, они-то дома. Да, папа написала, что надо давать лекарства. До последнего сомневалась ехать-не ехать, но, честно, я из-за Владика побоюсь, потому что такая погода. Конечно. Кто за ним будет следить, где-то подстынет, где-то не пиробуются вовремя, не переоденется вовремя. Да, ладно, идем мы там, покажем уже новогоднего района. Да. У Мэтра уже Новый Год. О, сколько елочек, у вас, на различных. На чипсы лейсмакс, сыр лук, скиты 30%. На бисквит, на ленку, в шоколаде, скиты 40%. А где у вас есть у сотрудников отдела? Ночки различные. Вообще, целых, много-много рядов посвящено Новому Году. Уже все, все как готовятся начинать к Новому Году. А нам, нам, а? Нового, вот, все ближе и ближе, да? Да, а нам, в принципе, на самом деле, такого ничего не надо, да, покупать? У нас все есть, в Новом Году все покупали. Возможно, если потом шарик есть. Ну, какие-нибудь, да, чтобы быть уже потом ближе к этому Новому Году. Когда елочку поставим, да? Когда все скидывается. Никогда елочку поставим. Никогда елочку поставим. Костюмы. Ну, конечно, костюмы. Карнавальные. Мне это вам нравится. Ага. Ну, конечно, маленький. Подтень. Четвертый. Рост, рост. Сколько же он стоит, девушка? Нет? 1800. 30. Это маленький. Маленький, конечно. Конечно. Пойдем? И так, приехали мы из магазина уже с Сережей. Илюш, подожди, пожалуйста. Илюша, Вероника, подождите, пожалуйста. Сережа поехал еще раз, еще до ленты, потому что они все купили, что надо. А Сережа уже принесли все не учать, как мы сказали, на работу. И некогда будет ему ездить по магазинам с детьми. Поэтому надо поехать сразу все докупить. Подождите, пожалуйста. Сейчас покажем покупки наши из метро и начну собирать вещи. В принципе, я вчера в сечер приготовила вот такое, что до последнего сомневалась ехать, не ехать. С одной стороны, тише, с одной стороны, очень хочется сладиком светить. Подожди, Вероника, ты оглушила, честное слово. Можно потом будет, хорошо? Во-первых, вы поддержаете ребенка, плюс я с ним еще ни разу не ездила, ни ладу поездку. И в такую погоду не пойдешь. Не пойдешь. Не пойдешь ты в сад. И плюс в такую погоду то, что... Вероника, ты оглушила, честное слово. Где-то, не дай бог, не переоденется, где-то с тобой что-то на саде он не возьмет. С другой стороны, детки, привет всем. Ни разу не оставляла маленьких, на сколько времени, одних. И вообще-то сердце разрывается, просто на две части называется. А со мной оставляла. Что с тобой оставляла? Детей, помнишь? Ну, не на двоишь суток, Ладик. Даже почти на трое. Ладно, ничего, в воскресенье уже в обед к вам приеду. А Владик приедет вечером. А Владик приедет вечером, да, потому что мне просто придется в любом случае приехать раньше, так как Сережа уезжает. Что, показываем покупки? Пицца! Купили пиццу, была такая пицца по акциям, две штучки купили. Да, давайте вторую сразу. Потому что, Сережа, мы двоих что-нибудь возьмем, на быструю руку разогреть детям, если что, перекусить детям. Печенье и папе на работу. Кофе, американо, упаковку. Я дам. Ну, давай, доставайте, доставайте, Лишенька. Печенье. Это упаковку печенья мы берем с Ладиком с собой, дорогу возьмем. Я тоже, ты где-то пачка. И тебе дадим, да, две пачки. Я купила, так, они разные, да. И что нам, топлено молоко. И, да, еще вот, одна пачка. Их всего три, да, сейчас упирать тоже метро. Ну, я потом, Лишка, хорошо? Стала тоже хитро делать. Раньше мы брали по одной пачке, по такой цене. Там, по акции. А теперь надо взять три пачки, чтобы вышло по этой цене. При упаковке. Лад, Илюша, ты когда встанешь на эту упаковочку еще? Печенье, печенье, да. Но все равно нам надо было... Не то, не то, Илья. Не то. Вот это вот. Странно нам было с Сережей на работу и детки покушать. Ладно, взяли сразу три упаковки. Дальше. Рукола. Салат рукола. Себе прокладки ежедневные. Кстати, хорошие прокладки. На такой цене они 180 в чем-то рублей. Скажем, я заполнилась Олвисом. Не кричи, пожалуйста, Вероника. Не кричи, пожалуйста. Большая, большая. Не надо кричать только. Но не хуже Олвис, скажем так. И цена намного доступнее, нежели те. Так. Что там все было в этот пакет, да? Да. Доставайте, доставайте, начинается, Илюшенька. Крем-си на бутерброды тоже было. Со скидкой 30%. Купили, это бекон Сережа купил, готовить будет, здесь сколько у меня и будет. Сыр. Сыр. Сыр и виола. Они все были по акции, поэтому купили. Хорошо. Теченья опсину, это если тоже купила в дорогу, так вот что власть будет, а это себе. Моя любимая. Это нам тоже, Владик, в дорогу сливочный, сыр, сразу в сторонку вкладываешь на дорогу. Моя любимая сыр мой. Один домой, да, два жали два цвета, один домой, один у нас с собой. Да. Мама, хочу бабку. А? Печелила. Ну, дорогу, у нас что может быть, Владик? Два бреф для туалета. Ладно, сейчас покажу, это уже, так. Молоко, Ароска еще купили две штучки и сливки, тоже, кстати, очень дешево были. 0,5 получается, ольча, литровые сливки по 160 рублей митра. Сережа одно безлактозное молоко. Морскую соль, а еще купили одну упаковку, лидированный. Так, тише, вы ничего кричите, выложи пока границу, сейчас покажу. Не надо кричать, пожалуйста. У нас еще целый упаковок стоит, который мы покупали до этого. Не знаю, насколько правда, что сказали, больше к нам этих продуктов, это соль вообще запретили возить. Поэтому мы решили купить, что скоро она... Вкусно! Из продажи пропадет. Вкусная, вкусная Вероника. Кажу я, мам, еще одну. Сейчас покажем. Сметана 30%-ная, две штучки купили. Это была, конечно, большая, но эти были по акции. Потом решили купить лучше две маленьких по акции. Творог мягкий, три штучки. Валю с ананасом. С ананасом. Или что? Так, выставьте только аккуратненько. Курицу, белая птица еще купили. Ставьте, ставьте. Сыр или шклоди? Это мой. Сыр пармезан домой купили. Я не знаю, я раньше вообще его не любила. А сейчас просто его обожаю. Мы тоже идем его не как обычно, потому что слишком дороговато выходит. По кусочку. И Веронике нравится очень. Мне нравится очень. Еще пачку упаковки сыра финской. Избранное. Сыр. Не кричите, пожалуйста. Вероника, сама себя не слышит, что я говорю. Они были только спас. Эти вот три штучки. Три штучки, да, были. Кофе. Ауровскую упаковку. Так, теперь давайте перейдем к горошку. Горошек. Сейчас. Горошек и кукуруза. Взяли три банки кукурузы и три банки горошка. Вероника, а не кричи, пожалуйста. Они вообще обошлись нам по 44 рубля. Там сейчас идет именно тоже мытроакция. Кричи, каждая банка по 44 рубля стоит. Давно такой цены на Хайнц не было. И две банки оливки. Да, две банки оливок. Что ты еще у вас говоришь? А, все еще. Кальмары. Взяла такую упаковку кальмаров. Чистую баночку кальмаров попробовать. Потому что предыдущие мы брали... Тише. Как его? Разуга, по-моему, называлась фирма. Мне, честно, не понравилось. Конечно, потому что они... Ну, видно, что искусственные и жестковатые. Эти у нас делают, по-моему, в Краснодаре, что ли, если не ошибаюсь. А, нет, в Галининграде. В Галининграде. Взяла специально... Не стала брать больше, чтобы просто попробовать на пробу, как эти будут. Сначала думала сразу две купить, но потом передумала. Попробовать. И соус Борилла. Да. Мой любимый. Твой любимый. Да, не может вообще. Так, чек остался у Сережи в сумке. Вероника, положите печенье, пожалуйста. Пожалуйста, покажи мне это. Да ладно, не важно. Это, в принципе, все, что мы купили у Метро. Все это в покупке наши. Так, ладно, все, начинаем сейчас собираться. Так, Вероника, ты сейчас с утра вообще слишком злодненькая. Мам! Да, сыр. Куда ты грязь в рот берешь? Одеваться. Да, собирать сумку. Гарб поставить, надо еще будет хлеб белый, спечиться. И разбираем продукты. Ну что, приехал Сережа? Сережа. Сережа. А мы, галыши-малыши, бегаем. День покупки. Вообще, какой-то кошмар, да, Ираник? Я в Папу. Три дня пика надо ездить, сразу и на работу, и себе, и потом и это. Так, ладно, это в ленте, короче, я в Сереже уже был. Я сказал, что поехала в ленту, да. Так, это на работу, два душера. Два душера. Я все наблюдаю по два, вообще-то и три сразу, не знаю. Так, это странно. Ты три рабочей смены, что-то берешь, типа... А, я что-то купила, Сереж? Ну, выграешь, не занималась. Я же сказала, что кошки... Ну, ладно, я взяла, страшно. Пускай будет, да. Потому что я приеду в воскресенье, мне тоже особо никуда не ездить. Будет кушать. Так, Ричелсу, две минералки. Тельмени. А, ну да, мама же везет. Тельмени, стародор. Бананов. Так, бананы. Ням-ням. Вот сейчас бананы, сырки, да. Так, вот там, китлополь, кстати. Ларочи, потом по-съешь. Так, еще бананы, наверное, на работу. Это папа взял зеленый, кстати, на работу себе бананов. Да, ням-ням, две икры. Этот, он должен на работу. Не надо на работу, он не поставил мандарины. Мандарины вам. Ирианя, давай сейчас по-ручку откроем. Две селедки. Две селедки. Вот такие, ну, только на стандарте. О, нашел, ничего себе. В общем, нашел. А есть там туда, в продаже? Есть. А, это же наши. А, это же наши, вот, как раз, в стандарте от банки. Штрот. Конфетки, карамелики со вкусом душевства. Майки, майки. Лайки, лайки. Клобасу домой, клобасу на работу взял. Клобасу домой, клобасу на работу набрал. Я сразу взял. С работу уже на работу беру. Кусно. Да. Так, две банки сайры еще. Еще один, кто-то, собственно, на секунду. Кусно. Где банки сайры? Это вам, да, вкусно, потом поедим. Кусно. А, еще один. Валю. Так, морожные муссы и каймак еще. А, стоп, папа, нарабился взял. Купил еще. Сейчас, папа, сейчас откроет. Сейчас папа разберет все и откроет. Мама туалетная. Туалетная, туалетная. Уже снежинка меня появилась. Тряпки. Для уборки, да, для дома. Так, и акции. Доктор Корнер. Что, они дешевые были? Да, пострадаете. Ого. И релита. Да, мам, не нравится. Ой, вкусняшка, релита, вообще. Ну, просто что-нибудь дорогие сейчас стали. 90-е. Это по акции 90-е. А так они стоят за 100, чем-то, да? 50-е. 50-е, наверное, да. Так, вкусно. Ты будешь сегодня, будешь колбаску. Будешь, давай, сэр, ты едай, дай, 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 дай. Вероника, тоже четвертая, наверное. У любительницы сэр. У нас, да, у нас, почему мы покупаем столько сыр, потому что у нас уходят просто любые сыры, какие ни возьми, у нас уходят. Ну, пускай, детки, кушают, главное, на здоровье, правильно? Положи грязь на колбасу или уж не мери крою. Так, ладно, что это можно брать, такие покупки. Да, я уже собираю сумку свою. Жарко, а на улице вообще что-то, чехолок, что убирают. А мы никуда едем куда? Вы никуда не поедете? Мама уезжает в Беларусь. Мама сама в шоке. До сих пор хожу. Так, ладно, сейчас я ее беру. Так, ну все, ладно, сейчас будем до сих пор 11-го. Да, я собираюсь, да, собираю вещи, сумку, все собираю. Ну, что я не забыла, ешь на 3 дня, все равно что-то надо то взять, то надо то взять. Потому что на 3 ночи, на 2 дня я еду, по сути. Приеду сюда. Конечно, приеду за... Приеду на 8 утра, в 7 утра. Да, в 8 утра я уже должна с Гомеля уехать. Мама, я и папа. Да, поэтому, считай, двое суток всего-навсего. Сравно. Полных. Больше суток. Три ночи, да. Больше. Точно. Ты наелся? Покупки в метро. В ленте. Метро Новый год. Ленте, ленте Нового года. Да, ленте Нового года еще нету. Да, там елочки продавали сегодня в метро. Ладно, потом как-нибудь выберите все. В метро. Мы все вместе съедем, покажем. Там вот так красиво. Все, ладно. Да, убираем покупки. Итак, ну что, время почти 12 часов. Какой всем привет, Иваник. Мы уже здоровались. Провожаем, да? Владика и Татьяну. Куда? В Беларусь на турнире. Владик. Что Владику пожелаем? Медали привезти? Да, хорошо сыграть. Бестрам. Вот. И шапки давайте. Это Владимир, мужик, и дживолос на самом деле. Мы заедем куда? Да, там шапки будут сыграть же. Мама, мы с тобой брать, что мы выкушаем. А? Мама приедет через три дня. Скоро приеду. А? Скоро приеду. Мама будет ролики нам присылать, надеемся, да? А Илюшкин, да? Да. И будем посмотреть, да, как мама. А мы с папой будем здесь, да? А посылку? Посылку? Мама, что, что, привезет вкусняшек, да, в Беларуси? Да. А я не знаю, я тоже не знаю, какой. Посмотрим, посмотрим посылку, да. Так, все, готово. Сумки собраны. Все. Так, все собраем вроде бы. Бутсы. Где, значит, вы таможки взять с ума себе случай? Ну, я не знаю, будто они тренироваться там у них в санаторию. Мало ли? Ну, мало ли. Надо взять, а вдруг промокнуть, мало ли вот что будет. Ну, возьми сраконожки, но... Смотрите, не потеряйте, не бутся, не сраконожки. Я не показываю. Показывает, что там, Вероника нам что-то рисует, да, Илюшка? Что там, Вероника нам рисует? О, черточки, да? Да. Черточки рисует на Вероника, аккуратненько. Молодцы. Так, все, собрали? Да. Срежу точно. Так. Ух. Хорошо, потом покажем. Еще ты, кошелек. Все, сумки. Телефон. Хочешь, Маляка, аккуратненько. Супер, все, Маляка, будем посадать. Ладно. Хорошая, удачной вам поездки. Счастливо, пути. Дороги, туман плохая. Да, туман плохая. Да, туман плохая. Туман плохая. Сильно, сильно, сильно. А, ну, какая у нас. Ну, все, все, все. Что там? Что такое? Что там такое? Сейчас все, маме, веди целую маму. Вероника целую маму. Не хочешь маму целовать? Вот так вот, не хочешь маму целовать. Так, ладно, все, прощаемся, да? И увидимся уже немножко похоже. Ладно, Татьяна будет снимать. Что будет возможно, то все это будет в кроликах. Лусто будет, да, летить и собоюся. Удачи. Так, ну что, мама наша уехала? Куда? На автобусе. На автобусе, а куда она уехала? С Владиком. С Владиком. Гомель. Гомель. Гомель, да, Гомель. А теперь посылка. Она привезет нам посылку, да? Посылка. Посылку. А что там будет посылка? Складости? Нет, папа на работу, верни, поедет. Сейчас папа будет с вами три дня. Мама приедет и папа поедет на работу, да? Да. Сейчас приедем, мам. Через три дня. Складости и кофе. Хорошо, посмотрим. Это классно. Да. Владику удачи пожелали, да? Да. Да, заехали хорошо. В школе. Нет, Владик в школе сейчас не будет. Сейчас праздник, во-первых. Я тоже дома сидеть уже. Где? Зарапраздник. День народного единства. Единство. Четвертое ноября. А сам мы уже попали на праздник? Нет, нет. Ну просто отмечается праздник. Мишка будет. Мишка будет. Мишка? Где? А праздник. Не знаю. Не знаю. Так, время уже, на сколько? Время. Пол первого. Татьяна звонила, сказал, что поехали. Идем парень. Да. Что мы будем сейчас делать? Идем парень. Где? Там нет ничего сохранения. Так, мы сейчас играемся, да? Леша, как твои самочувствия? Нормальное. Нормальное. Самое главное, что нормально. Да, дали лекарства. Я начну писать, что-то давать. А я пишу. Так, а что у нас с песенками? Детские песни слушали? Что-то у нас? Музыка прекратилась. Что мы слушали? Какие песенки? Гаджи-гаджи, циклобак и тенгочанга. Тенгочанга, голубой вагон. А, Вероника что слушала? Яна? Солны. Лежка. Лежу, да? Нет? А, вот. Да. Песенки заиграли, да? Детские песенки. А я фасульку еду. Играем полтора часа и ложимся спать, да? Мы договорились? Нет, попозже, да? Попозже, да. Попозже, правильно. Попозже ложимся спать. Так, ладно, я буду сейчас заниматься с играми. И увидимся тут попозже. Еще будем монтировать вов. Пока. Попозже, да? Попозже, мамой. От мамы, да, и от Ладика, да? Попозже, да. С посылками, да? Так. Попозже, да? Крошку выбьют, все это. Ну да, да, они говорят, что трактор теперь все крошку выбивает. Они крошку надо. Они все эти солдаты выбирают. Ну, это поле начинали чистить. Ну, со второй собирался. Стреклимируют. Чистят. Ну, у нас 90 человек. И я еще пришел. Мы не знаем, ты мне тоже подъедаешь. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай. А ну, дед, дед, подъед. И так, ну что, на то же время 6 часов вечера. Детки сильно поспали хорошенько. Три часа целых. Это прекрасно, я считаю. Это долго. Это действительно долго. И действительно нормально. По такой погоде, да. Что-то, верно, я не канахмурно у вас приспала. Так, мы сейчас кушаем. Что, поздно у нас обед, время почти 6 часов уже. У нас супчик перемешали, да? Папа кушает кашку. Папа тоже взремнул часочек. Да, на телевизоре заснул, а? Я занимался делами некоторыми. И, кстати, только что звонил Сатьяне. Она не звонила вообще. Думаю, я сейчас даю позвонить. Они только что, буквально минут на 15-20 назад они приехали уже в Гомель, расселяют детей в этот санаторий. Машиностроитель, как я понял. Пришлет, пришлет. И уже потом, я только не знаю, остаются они там, либо идут снимать квартиру. Точно не знаю. Потому что они говорили, у нас есть квартира. И, значит, отель еще не... Ну, не отель, а санаторий еще неизвестно. Принесли. Что? Приехали, приехали, да. Принесли, принесли. Так, давайте кушать. А? Посылку. Не понял. Посылку. Хорошо, хорошо, посылочки. Давайте кушать. Вероника съела 3 ложки хоть. Что? Покормить? Сейчас накормлю. Так, ладно. Все, в общем, хорошо. Сейчас я уже, кстати, выкладываю влог на YouTube. Суп. Ам, ам, ам. Да. Да. Уже вечер, уже дождь, как-то за окном идет. Хотел еще пораньше снимать. Хорошо снимать. Все как разумает, что... Там все уже сыро, все грязно. Все, уже плюс. Естественно, такое количество снега. Выколо, естественно, все дорастает. Но я бы имею. Давно такого не было, конечно. Что? Ам, ам. Так, я кушаю вечную кашу, и детки ее будут уже вечером кушать. Я вечером ничего не буду кушать. Да? А вы суп? А попозже здесь, чайчик, во сколько? В общем, полдевятую. Кашку. Кашку-малашку? Да. А какашку-какашку? А какашку-какашку? Да. Так, ладно, идите. Что? Кашка-малашка. Да, нет. Обращаться будем уже позже вечером. Ничего. Посмотрим. Татьяна должна позвонить попозже, как она устроится. И Владик, да, мама. И все это дело расскажем. Потому что почему-то, не знаю, там в том связи с интернетом, она отсылала это видео, но не присылается, ничего пока не отсылается. Приятно. Через два дня. Хорошо? Хорошо. Все, ладно. Увидимся попозже. Да. Итак, ну что, время у нас уже пятнадцать минут почти десятого по нашим часам по плите, можно сказать так. Так, ну что, у нас сегодня перемешки на ужин детские захотели, да? Угу. И Илюша жрел оливки, да? Как оливки, Илья? Оливки сейчас набрали мэтры? Вот понятно, Вероника не хочет оливки. Да. Илья у нас хорошая, да, по оливкам? Нормальная? Вкусная? Вкусная. Попробую сейчас. Угу, вкусная. Да? Вкусная оливки. Вероника приедет. Вероника не хочет. Ага. Так, ну что, у нас с Латяной не получилось дозвониться, почему-то, здравствуй, с телефона, не знаю. А мама, а маму скоро? Ну, скоро приедет. Маму приедет. Да. А мы и спали. Вы спали, давайте. Ам? Давай. Как ты клеишь? Давай. Ам? Молодец, молодец. Илья все будет, да? Потом будет принимать лекарства, да? Да? Третий раз будет. Что? Так, аккуратно. Что такое? А мама скоро приедет, да? Через три дня. Через три дня. Уже меньше, чем через три дня. В вечер. В обед. В воскресенье. Да? Да. Так, ну что? Будем с всеми прощаться? Кстати, я не знаю, как получится и наши влоги. Сегодня, вообще, сегодняшний, завтречний, послезарвечний. Потому что будут все влоги дома. Так что не обессудьте, что так получится. Потому что, действительно, я душу болеет. Мы выходить никуда не будем. И я посылка приедет. Хорошо, посылка приедет. Так что, вот такие вот дела. Так что, то, что получилось, получилось. Чем-то я буду разбавлять. Татьяна, если пришлет, там, видео из Белоруссии, то это будет уже, действительно, очень хорошо. А так, мы будем дома, действительно. Потому что, здоровья, прежде всего, да, Илюшка? Надо вылечиться, да? Бывает на цирке, на праздниках. На ноги. Хорошо, Вероничка, хорошо. На ноги. Ножки? На день рождения. На день рождения, да. Так, ну что, всем пока, говорим? Да, воду я, воду я так, масса. Говори, всем пока. Пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока. Лена звонила. А, Лена звонила, да. С Леной мы сестра разговаривали, хорошо, да. И с тобой тоже. И с Илюшкой сказал Лену, да? И я. Да, чтоб не болели, пожелали все хорошего настроения, всего хорошего-хорошего. Так, ну что, всем до встречи, всем пока, увидимся с вами уже завтра, получается, в пятницу, какого? 4 ноября, кстати, это праздник, день народного единства. Всем пока. Пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока.